И теперь о беспрецедентном решении Кружного суда Нью-Йорка, который сейчас обсуждают эксперты в области права. Речь идет о выплате компенсации по делу о терактах 11 сентября. Эту обязанность почему-то возложили на Иран. Не исключено, что получить деньги с иностранного государства попытаются за счет его замороженных активов США. Примечательно, но американская пресса эту историю вниманием обошла. Репортаж Анатолия Лазарева. Бен Ладен, Аль-Каида, Талибан, Исламская республика Иран, Иранские министерства обороны и финансов, национальные газовые и нефтяные компании, список ответчиков по иску, поданному в 2011 году, весьма широк. И, видимо, соответствует масштабу дел, входящих в компетенцию обычного суда Южного округа Нью-Йорка. Городской судья Джордж Дэниелс после пяти лет изучения неизвестно каких документов, материалы засекречены, постановил, компенсацию пострадавшим и родственникам погибших в терактах 11 сентября должен выплатить Иран. При том, что среди террористов не было ни одного гражданина этой страны, почти всей Саудовской Аравии. В том числе и признанный организатором Усама Бен Ладен, лидер, созданный при поддержке американских спецслужб для войны против СССР в Афганистане, Аль-Каиды. Суд принял решение, основываясь на показаниях трех анонимных свидетелей, которые в деле обозначены лишь буквами X, Y, Z. Они якобы переведчики из Ирана и больше о них ничего не сообщается. Все трое, при этом в зале суда от их имени говорили адвокаты, так как сами они не присутствовали, заявили, что Иран вступил в Союз Аль-Каиды еще в начале 90-х, оказывала этой организации материальную поддержку. Этих утверждений хватило суде Дэниелсу, чтобы обязать Тегеран выплатить в общей сложности 10,5 миллиардов долларов, в том числе по 2 миллиона семье каждого погибшего. По мнению Дэниелса, Иран должен отвечать за преступления, совершенные иностранными гражданами на иностранной же территории. Избирательность и экстерриториальность американского правосудия в действии. Иран признан виновным потому, что они отказались предоставлять доказательства своей невиновности, потому что они не признают, что местный суд в Нью-Йорке имеет право принимать решения, которые были бы обязательно по Ирану. Если вы пойдете в этот суд, то тем самым вы признали, что местный суд в Нью-Йорке имеет юрисдикцию над Ираном, ну и, наверное, над всем остальным миром. Иран на это не согласен. А раз вы не пошли, то тем самым вы отказались защищать свои интересы и по определению ваши обвинители выигрывают. По странному стечению обстоятельств, беспрецедентное судебное решение принято именно сейчас, когда удалось достичь договоренности с Ираном по его ядерной программе. Часть сделки – это разблокировка иранских активов в США и Европе. Причем по мере разморозки эти активы буквально тают. Нам сначала говорили, что мы вернем иранцам от 100 до 150 миллиардов долларов. Потом администрация пересчитала и сказала, ну мы думаем, они получат около 50. Недавно официальные лица Ирана заявили, что речь идет о сумме более 100 миллиардов. Так все-таки сколько? Меньше 50. Решения окружного суда Нью-Йорка не имеют никакого значения на международном уровне. Иран вправе его игнорировать. Но ему будет непросто остановить исполнение этого решения. Ветеранские деньги по-прежнему в США. Иран бы имел право сказать, друзья, вы нарушили наши соглашения. Вы отказываетесь возвращать наши активы. Соответственно, это влияет и на наши обязательства по ядерной программе. Это очень опасная игра с фундаментально важными вопросами не только в американо-иранских отношениях, но и в деле ядерного нераспространения и стабильности всего ближнего восточного региона и Персидского залива. Это очень опасная игра. И чтобы какой-то мелкий судья в Нью-Йорке мог принимать такие решения, мне кажется, это очень безответственно. При этом всего полгода назад этот же судья отклонил аналогичный иск к Саудовской Аравии. Джордж Дэниелс тогда объяснил, что Саудовская Аравия, суверенное государство, обладает иммунитетом, а значит, по американским законам заставить платить компенсацию невозможно. Вероятно, Дэниелс учел союзнические отношения Вашингтона и Эр-Риада. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Роман Кудрин. Первый канал. США.